МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тут Кристи дает показания. Видишь, как она нервничает? Какой хороший снимок. Это твой папа. Он не заметил, что ты его фотографировал. Лучшие фотографы снимают неожиданно. Вот это Мэйсон. Да, хорошие. Мне нравятся. Ты как будто не в духе, Келли. В чем дело? О, не знаю. Не из-за фотографий. Просто я бешусь, когда вспоминаю, что там происходило. Мэйсон сказал, что уже мог расколоть Кристи. Я думаю, что прокурор специально упал в брак, чтобы этого не случилось. Ты серьезно? Он же в больнице. Но посмотри, как удачно был выбран момент. Мик, если бы этого не случилось, Мэйсон выбил бы правду с нее. Дай Мэйсону еще один шанс, и в следующий раз он это сделает. Не знаю. Теперь у нее есть время, что будет придумать еще. Не знаю, что будет. С добрым утром. Вы двое. Доброе утро, сэр. Привет, папа. Ты уже встал? О, в семь утра. Я не могу заниматься делами, если сплю. Папа, что случилось? Ты в порядке? Это не просто мигрень, а наказание за мои грехи. Где этот врач? Не каждый мужчина вызовет врача на дом из-за какой-то мигрени. Наверное, это не просто головная боль. Наверное, это посерьезнее, симптом какой-нибудь тропической болезни. Август, а даже если нечто пожирает меня изнутри, я рад, что ты не работаешь медсестрой. Нет, я работаю обманутой женой. Обманутой женой? Что ты имеешь в виду? Прости, просто размышляю. О, как больно. Мне надо лечь. Вы считаете, София говорила правду? Она не знала меня. Зачем ей было лгать? Вы догадываетесь, что все это значит? Больше, чем хотелось бы. Что вы ей говорили? Вы пытались ее остановить? В 61-м году мы не растили детей в одиночку. Вы были священником. Не говорите, что поддержали бы ее? Конечно, нет. Но скажите, вам было не все равно, вышла она замуж за Сиси Катвелла, или нет? Не все равно? Она все делала, чтобы сблизиться с Лайнелом. Неужели непонятно? Это был не брак, а нарастающий скандал любовников. Господи, помоги мне. И нашей семье. Это случилось 20 лет назад. Почему я не могу забыть это? Что ты говоришь, Августа? Ничего. Мне нечего тебе сказать. Совсем? А то у меня нет сил разговаривать. Чем ты лечишь мигрень? Говорят, исповедь очищает душу. Может, и твоей голове поможет. Я даже не могу просто с тобой поговорить. Ты такая загадочная. Я открою. Нет, нет, это доктор. Надеюсь. Что ж, ты хотя бы на ногах. Да, дай мне что-нибудь от... Лайнел и София. Я их обоих ненавижу за то, что они сделали. А не надо просто сидеть и ненавидеть их, Августа. Сделай что-нибудь. Ну что, доктор? Не очень хорошо, но лучше, чем ты думаешь. Мы все комедианты. Но я действительно плохо себя чувствовал пару дней. Можешь застегнуть рубашку. Это поможет мне чувствовать себя лучше. Лайнел, у тебя ничего серьезного. Обычный упадок силы, повышенное давление. Но, несмотря на это, ты физически здоров. А что насчет мигрени? Наверное, где-то перенервничал. Я выпишу лекарства, чтобы снизить давление. По одной таблетке в день. И через три недели жду тебя в своем кабинете. А пока отдыхай как можно больше. Я рад, что ничего серьезного. Лайнел, ты слишком переживаешь. Ты нервничаешь, и давление скачет. Постарайся расслабиться. Относись ко всему проще. Слушай, я порой играю в гольф с врачами, о которых рассказывал. Я давно бросил гольф. Я теперь играю в бадмитон. Это модно. Каков вердикт, доктор? Не о чем беспокоиться Августа. Он еще надолго задержится на этом свете. И я согласна. Волноваться не о чем. А ты еще удивляешься, почему у меня скачет давление. Пап, ты уверен, все хорошо? Милая, все в порядке. Думаю, это из-за неприятностей с Бриком. Можно воспользоваться вашим телефоном? Хочу позвонить в офис. Конечно, он там. Можете унести его, если хотите приватности. Спасибо. Энн, это я. Звоню от Локриджи. Когда будут результаты последних анализов Сиси Капфала? Да, подожду. Вы обе так хороши. Куда направляетесь? Спасибо. Я веду на Лейкен на ланч. В Орент-Экспресс. Порой это священный долг матери, но также и удовольствие. Я закажу самые дорогие блюда в меню. По крайней мере, раз в год мы будем так обедать. Мне показалось, ты хотела поговорить со мной. Врач сказал, у нас времени размером с Вселенную. Я не тороплюсь. Что ж, я хочу поговорить с тобой наедине. Почему в последнее время твое сердце поросло мухом? Неужели это так? Да. Ты это знаешь не хуже меня. Все дело в этих, в разговорах Софии. Надеюсь, вы не начнете опять. Конечно, нет. Мы поговорим позже. Лайнел, если я вообще захочу с тобой говорить. Пойдем, Лейкен. Хорошо. Пап, не принимай близко к сердцу. Повеселись, милая. Люблю тебя. Пока-пока. До встречи. Я могу лишь посоветовать ему больше отдыхать. Его сосуды в мозгу могут лопнуть в любой момент. А сколько ему осталось жить? Всего несколько дней? Невозможно предугадать. Постараюсь держать его давление в норме, но это не поможет. Нет, нет. Не говори никому. Нужно держать это в тайне. Да, согласен. Трагично. Такой сильный, богатый человек, ведущий активную жизнь. И такой удар. Не надо беспокоиться. Просто я неважно себя чувствую. Ты бледный. Да? Думаю, это от стресса на суде. Может, еще воды? Нет, нет. Все нормально. Ник, я впечатлен на этими фотографиями. Особенно той, где Мэйсон. Спасибо. Нет, не стоит сказать «Ах, я горжусь тем, как этот парень ведет дело Теда». Он обескураживает. Ну все, хватит лениться, пора сделать несколько зналонков. Может, еще отдохну? Нет, котенок, я чувствую себя лучше. Буду рад снова тебя видеть. Если понадоблюсь, буду в кабинете. Хорошо. Он напугал меня до смерти. Кажется, ему лучше. Слушай, я показал тебе свои фотографии, теперь ты показывай свои эскизы. Давай, покажи. Они мне нравятся. Знаешь, тут есть один сюжет. Когда я закрываю глаза, это почти... Почти могу разглядеть лицо того мужчины, но это не Джо. То есть сначала я думала, что это он, но это не он. Твой муж имеет для тебя большое значение. Зачем рисовать другого мужчину? В том-то и дело. То есть, не знаю, просто у меня какое-то странное чувство. Я снова и снова рисовала его. Он притягивал меня, как магнит. Кто знает, может, я жила там в прошлой жизни, поэтому меня так тянет к нему. Ты не первый художник, который делает зарисовки одного и того же места. Вроде, Мане так делал. И Ван Гог. Дай мне знать любое время, если соберешься туда. А мне нужно вернуться к работе. Хорошо. Спасибо, что зашел. Мне понравились твои фотографии. Спасибо тебе искренне. А мне понравились твои эскизы. Поговорим позже. Хорошо. Стоит туда вернуться. Мне нужны ответы. А найти я их смогу только там. Спасибо. Мистер Ли, я работаю в Трибьюн. Можно задать вам несколько вопросов? Послушайте, мы только сели за стол. Давайте в другой раз. Можно узнать, как вас зовут, мисс? Юлия Уэнрайт. Вы клиентка? Мисс Уэнрайт моя гостья, и мы очень хотим есть. Как прошел ваш разговор с президентом? Мисс, пожалуйста. Для начала два бокала белого вина. Ты не против? Подойдет. Спасибо. Предупреждал я или нет, что мы столкнулись с прессой, как только придем сюда? Предупреждал и прекрасно с этим справился. Был вежлив, но тверд. Ты в отношениях такой же? Тебе лучше знать. Не уверена. Со мной можно справиться предельной честностью. Я никогда тебе не врал, ведь так? Скажи, если я что-то обещал тебе, но не сделал. Джулия, что ты надеешься еще получить? Прямого ответа было бы достаточно. Настало время спрашивать. Вперед. Пока вы разливаете, мы попробуем это. Задавай свой вопрос. Мне интересно, как ты сейчас относишься к нашим отношениям. Я нахожу их очень приятными, и временами чрезвычайно приятными. Джек, я изменилась. И стала красивее, чем всегда. Что важнее, чувства к тебе больше не кружат мне голову. То есть, они стали серьезнее или просто испарились? Испарились. Поэтому ты сегодня со мной в ресторане, чтобы показать тебе, как я голодна. Мистер Ли, вам звонит секретарша. О, нет. Извини, Джулия. Слушаю. Во сколько звонил президент? Мне перезвонить ему прямо сейчас или... Пять вечера. Хорошо. Джулия! Привет, Августа. Я не знала, что ты вернулась. Я умру? О, нет. Боже, я не готов умереть. И пить нельзя. Это может быть опасно. Я не могу умереть. Мне еще столько хочется сделать. Я не готов умереть. Не о чем не беспокойтесь, если я все сделаю. И когда Мэйсон вернется домой, все будет как раньше. Я даже распорядилась, чтобы ему постелили свежее белье. Мне хочется создать комфорт, чтобы ему было приятно вернуться домой. Поставлю цветы в его комнату. С твоей стороны, Сиси, было великодушно вернуть его домой. Я был неправ, выставив его отсюда. Теперь все наладится, и в доме снова появится семейная атмосфера, как и должно быть. Кстати, где он? После перерыва в студии я его не видел. Надеюсь, он скоро придет. Тем не менее, мне нужно работать. Ладно. Мэйсон, это Джина. Ты где? Да, я знаю, где ты. Просто очень жду тебя. Нет, я просто... Просто хочу увидеть тебя. Конечно, рядом никого нет. Мэйсон, ты мне нужен здесь. Ты не представляешь, как трудно жить с Сиси и притворяться, что между ней, Ним и Софией, ничего не происходит. Ты же знаешь, что будешь жить тут, с нами. Это будет во многом удобно, многое станет возможным. Нет, я не предвосхищаю события, я просто немного переживаю. Но ты для меня многое сделал. Ты мой друг, мое доверенное лицо, мой герой в одном лице. Поторопись, Мэйсон, пожалуйста. Поторопись. Ты нужен мне. А дети? Мне нужно время подготовить их. Какой шок узнать, что твой отец скоро... Перестань, не паникуй. Да в руки, успокойся. Вот вы где. Что с вами случилось? Что значит случилось? У нас сегодня была финансовая встреча, помните? Вам следовало быть. Кое-что случилось. Случилось. Почему вы не позвонили? Мне пришлось вести встречу самому. Признаюсь, нелегко было прикрыть несколько значительных опрошностей с вашей стороны. Правда? Да. Брик, по-моему, стоит тебе напомнить, что ты в Совете Директоров по прихоти моей матери. Ладно, забудь. Извини. Я просто перенервничал. Хорошо. Вот чек, который нужно подписать и отправить. Подписать вам с Августой. Августа Волинд Экспресс повела Лайкин на ланч. Тогда вы подпишите. Да, конечно. Вы в порядке? В порядке ли я? Не спрашивай. Не буду. Хелен Келлер. Как мило. Да, Хелен Келлер. А если бы ты знал, что солнце больше не взойдет для тебя вновь? Как ты провел бы эти три последних дня? Волшебных, драгоценных? Что сделал бы я? Используй максимум от каждых своих чувств. Упейся граними красот и удовольствия, что мир тебя открыл. Я не могу. Я не устал от жизни. Я не могу. Какой хороший рисунок. Папа, привет. Я даже не знал, что у тебя талант к эскизам. Талант? Не думай. Не уверена. Я немного в замешательстве. В чем дело, дочь? Пап, я знаю, эта девушка я. Но я не знаю, кто танцует со мной. Мне хочется, чтобы это был Джо. Но каждый раз, когда я пытаюсь рисовать его лицо, оно не подходит. Все время что-то не так. Скорее всего, мне страшно. Чего ты боишься? Может, утратить что-то. Дорогая, тебе не нужно переставать любить Джо, чтобы полюбить еще кого-то. Это часть твоей жизни, которую ты никогда не забудешь. Я не смогу. Я знаю. Хочу попросить у тебя прощения за то, что создал вам с Джо столько проблем и препятствий. Все, что я могу сказать, теперь я другой человек. Я знаю. Ты сильно изменился с тех пор. Я пытаюсь сказать, не позволяй любви к Джо мешать твоему будущему. Помнишь, как я это сделал? Я позволил воспоминаниям о Софии покалечить меня. Я никого не мог полюбить, считал, что предам твою маму. Потом появилась Джина. О чем ты думаешь? Милая, я ошибся с Джиной. Конечно, я привязан к ней, но никогда не любил ее по-настоящему. Почему ты нечестен с ней? Я женился на ней по многим причинам. Мне было одиноко, мне нужна была женщина. Брэндон ее сын. Я люблю этого мальчика. Но я понял, что София единственная женщина, которую я люблю. Я вижу, как вы становитесь ближе. Я знала. Мне кажется, это здорово. Боюсь, Джина тоже это заметила. Я знаю, что причиню ей боль, но не знаю, как быть. Пап, ты не можешь любить одну, а быть женатым на другой? Знаю, дорогая, но что мне делать? Я тысячу раз задавал себе этот вопрос. Я никого, ничего не могу изменить. Тем более, она недавно вернулась из клиники. Но это мои проблемы, я справлюсь с ними. У меня возник для тебя отцовский совет. Не связывай себя обязательствами, пока не убедишься, что этот мужчина подходит тебе. Как я узнаю? Узнаешь. Так же, как с Джо. Что насчет Ника Хартли? Что ты о нем думаешь? Он мил? Это он на эскизе? Не знаю. Может быть. Ты влюблена в него? Нет. Но кем бы этот мужчина ни был, он станет мужчиной, в которого я влюблюсь. Я знаю это. Звучит глупо. Но мне кажется, папа, так и будет. Почему ты не предупредила, что вернулась? Я бы поехала прямо в аэропорт. Все случилось так быстро. Августа Лейтен, присоединяйтесь. Нам столько нужно рассказать. С удовольствием. Спасибо. Мам, ты садись. Мне нужно кое с кем поговорить. Хорошо, детка. Только не задерживайся. Я на пару минут. Настоящий Джек Лей вернулся. Воплоти, как видишь. Расскажи о спасенных картинах. Я хочу с тобой поговорить. Зачем? Чтобы сказать, как ты ненавидишь меня? Можно пройти? Нет, не уходи. Но ты не уйдешь, пока я не поговорю с тобой. Я не должна разговаривать с тобой, Лейтен. Уйди с дороги. Послушай меня. Вчера я была в зале суда и слышала, как ты рассказывала о своем изнасиловании. Я тогда подумала про себя. Это самое ужасное, что может случиться с женщиной. Но тот, кто это сделал, все еще на свободе. И мы обе знаем, что Тед этого не делал. Кто бы это ни был, он все еще свободно гуляет по городу. Может, ты боишься того, кто заставил тебя сказать, что это был Тед? Может, имя Теда первым пришло тебе в голову, поэтому ты... Но это ужасно, ложно обвинить кого-то, Кристи, особенно в таком преступлении. Я ничего подобного не делала. Хочешь правду? Нет, не хочу. Одна часть меня ненавидит тебя, а другая часть меня жалеет тебя. Это ужасная ситуация. Но ты зачем-то лжешь. Надеюсь, в следующий раз в зале суда ты скажешь правду. Ты близка к тому, чтобы разрушить Теду всю жизнь с помощью лжи. Не представляю, как ты можешь жить с этим. Ты закончила? Да. Это все, что я хотела тебе сказать. О, Лейкен, ты вернулась? Не вставайте, я не останусь на ланч. В чем дело? Ты расстроена? Просто не голодна. Надеюсь, мы пообедаем в следующий раз. В любое время. Жаль, что ты уходишь. Ее расстраивают обвинения против сына Кэпфелла. Извините, о чем мы говорили о таком захватывающем? О, я спросил, почему ты не раскусила самозванца, который прикидывал со мной? Было действительно странно. Но вот почему Джулия его не распознала? Я могла что-то упустить из виду, но ее не проведешь. Должно быть, он прекрасно скопировал мои манеры. Да. Джулия виднее, она провела с ним больше времени, чем я. Как и я с тобой провела больше времени, чем она. Ну, теперь ты в счастливом браке с двумя детьми. Джек, ты знал, что у Августа двое детей? Сколько сейчас у Уоррена? О, Джулия, что с тобой? От 20 он недалеко ушел. Но в возрасте нет ничего страшного. Так и есть. Мы с Джеком просто предались воспоминаниям. Не чувствую себя лишним. Я совсем не чувствую себя лишним, Августа. Кажется, я уже отдохнула. Пойду прогуляюсь. О, Джулия, не уходи. Бедняжка, она до сих пор влюблена в тебя. Это не беспокоит меня, Августа. Не хочу ранить ее. Как мило. Ты всегда был заботливым. Августа, извините. О, Джек Ли. Как дела? Целый невредим. Учитывая обстоятельства, я не мог и надеяться. Брик, что ты здесь делаешь? Мне нужна ваша подпись. Лайнелл уже дал согласие. Сказал, вы здесь. Вот ручка. Джек, как выглядела Эми, когда ты уезжал? У нее все прекрасно. Да. Она что-нибудь говорила, останется она в Нью-Стайланде. Нет, не говорила. Но подозреваю намеренно остаться. Да. Как она себя чувствует? Она прекрасно адаптировалась, изучает традиции, историю и географию острова. Ясно. Я думал, может, она вернется сюда. Привет, милая. Ты так рано. Да? Чем занимаешься? Вспоминаю, какими вы были чудесными малютками. Мы были монстрами. Ты права. Новый слайд. О, это свадьба. Твоя мама с триумфом вышла из церкви, но тут ее туфля соскользнула и упала. А дальше можешь представить. Как всегда. О, нет. К сожалению, твоей маме не подошли те ступеньки. Я думал, что показывал тебе это. Нет? Да, правда, давно. Я не помню, где это. Где-то у озера. Где-то там, где ничто не заканчивается. Как быстро все забывается. Боже, как быстро пролетело время. Хочу помнить все как можно дольше. Спасибо, что вернулся. Без проблем. Мне показалось, тебе будет интересно. Я возвращаюсь в город-призрак. Там я найду ответы на свои вопросы. Хотела спросить, не составишь мне компанию? Не знаю, Келли. Я спрашиваю, потому что это часть тебя. Но если не хочешь ехать со мной, ничего страшного. К сожалению, не могу. Соглашайся. Мне нужно все доделать к сроку. А если поеду, то не успею. Ну-ну, вот оказывается, как обычно поступает надежный человек. Я согласился на эту работу и не могу покинуть Санта-Барбару. А ты просишь меня просто уехать. Да ненадолго, всего на день. Ну, еще ночь. Я сама хочу успеть к заседанию под Алутеда. Это всего день. Я бы с удовольствием, но в другой раз. Ладно, поговорим, когда вернусь. Желаю тебе удачи. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Мне кажется, ты разберешься без меня быстрее, а то я буду тебя отвлекать. Ладно, пока, скоро увидимся. На тебе та же одежда, в которой ты была там раньше. Верно. Я подумала, вдруг придется куда-то лазить в поисках того, что я ищу. Удачи тебе с работы. Пока. О, Боже, Келли. Может, сейчас. Поеду следом. Я думал о тебе весь день. Правда? Да. О тебе и Теде. Должно быть, для вас это ужасное испытание. Больше для Теда. Должно быть, он страдает. Я уверен, он не виновен. Я абсолютно убежден, ты не будешь связываться с тем, кто способен на такое преступление. Спасибо. Сегодня за ланчем я встретила Кристи. Пыталась поговорить с ней, но она как камень. Лейкин, подозреваю, что какое-то время тебе было с нами нелегко. Но ты выдержала. Ты боец. Помогаешь маме. И мне помогала все эти годы. Я старалась. Согласен. У тебя есть достоинство, смелость. Ты великолепная девушка. И я очень горжусь тем, что ты моя дочь. Ладно, беги. Хватит слушать о моих проблемах. Тебе есть чем заняться. Спасибо. Развлекайся. Не уходи, смиренно, в сумрак вечной тьмы. Да, не говори, что все прекрасно. Не буду я смиренно уходить в эту тьму. Буду блистать в великой пее. Как? Вечеринка. Шикарная вечеринка. Гигантское пробуждение. Торжество жизни. Друзья и моя семья. Организую собственные похороны, на которые не попаду, но получу удовольствие. Да. Славный ланч. Было приятно, Джек, встретиться с настоящим тобой. И с тобой настоящее было приятно. Извини, я отойду. Мне кажется, стоит поговорить с Бриком. Всего несколько минут. Нет, все нормально. Нам стоит увидеться вновь. Приходи в следующий раз к нам домой. Я позвоню. О, забыла что-то. Иди, все нормально. Сиси. Августа, как поживаешь? Прекрасно, спасибо. А как Джина? Надеюсь, ей лучше? Намного. Я знаю, прошлым вечером вы общались с Софией. Потом ты позвонила мне что-то рассказать, но передумала. Почему? У меня появились другие дела. София еще живет в доме для гостей. Мне не нравятся мамюки. О, я забыла. Не стоит быть осторожнее. Как я смею так разговаривать с тобой? Я переоценила твое чувство юмора. Что за колкости одна за другой? Кого ты дурача, живя в одном доме с двумя женщинами? Старые времена тебя посчитали бы аморальным. Признайся, как он живет вместе? Это как сообразить на троих? Или ты стараешься избавиться от Джины, чтобы сконцентрироваться на Софии? Ты невыносимая злыбня. О, Си-Си, позволь дать тебе небольшой совет. Ты совершаешь ужасную ошибку, возвращая Софию на пьедестал, потому что однажды она во всем признается, и тогда окончательно сокрушит тебя. Иди к черту Августа, это все, что я могу сказать. Благодарю. Ладно? Хорошо. Джек, Си-Си, как поживаешь? Рад тебя видеть. Рад, что приятно поприветствовать подлинного товарища, а не самозванца. Из-за этого обмана мне приходилось приносить всем свои изменения. Только не мне. Джек, не хотел бы утруждать, но я захотел для тебя материалы по делу Софии. Посмотри. Перечитай то, что есть. Я хочу, чтобы ты скорее взял это дело, потому что, уверен, ты справишься. С радостью изучу. Джулия сказала, что ожидается еще одно дело. Да, это... Вот, дело Геллиса. Я хочу, чтобы ты его тоже изучил и помог с ним. Мэйсом представляет сторону исца. Но на личном уровне мы мирно договорились. Думаю, это хорошее начало. Хорошо, ночью посмотрю. Не хочу настаивать, но мог бы ты сейчас изучить дело с Софией? Хочу узнать, что ты думаешь. Что ж, ладно. Мне нужно несколько минут. Спасибо. Я хочу снять ваш ресторан на всю ночь. Проверьте, какая следующая свободная дата. Но побыстрее у меня очень мало времени. Я проверю и дам вам знать, мистер Локридж. Спасибо. Хочешь закатить вечеринку? Именно. По какому случаю? Ну, можно сказать, по случаю торжества жизни. Для друзей и тех, кто мне дорог. Запоминающаяся ночка. У тебя что, нервный срыв? С чего так неожиданно праздновать жизнь, особенно по таким ценам? Почему бы нам не присесть сюда? И я объясню, как все будет. Я определенно возьмусь за дело Софии из уважения к тебе. А по делу Гиллиса мне не удалось пробежаться. Пока ничего не скажу. Сколько дней тебе понадобится? Я изучу его и позвоню. Постараюсь не заставлять тебя долго ждать. Спасибо, Джек. Но, пожалуйста, возьмись. Мне нужна твоя помощь. А, Джек Ли. Иди сюда. Лайонел, как поживаешь? Августа. Джек, с возвращением. Спасибо, признателен. Мы тут в недалеком будущем планируем небольшую вечеринку. Будем рады видеть тебя. О, это мило, но я только вернулся в город и погряз в работе. Боюсь, скоро придется улететь. Очень признателен. Спасибо. Мы отправим официальное приглашение. Если передумаешь, будем рады. Благодарю. Приятно было увидеться, Августа. Мне уже любопытно. Кого ты пригласишь следом? А что? Джек Ли отличный парень. Ты можешь выбрать хуже. Выбрать хуже? Ты пытаешься подсунуть ему меня? Ты совсем дошел до края? Ты что-то хотела сказать мне? Да, но после того, как расскажешь о своих намерениях... Я решил, ты хочешь первой. Нет, пока что. Если я скажу первым, ты скажешь? Скажу. Скажи, что за таинственный комментарий ты оставил? Ну, это очевидно. Он очарован тобой больше, чем Джулией. Поэтому ты можешь, собственно говоря, выбрать хуже. Зачем мне выбирать хуже? Ты такой эксцентричный. Минуту назад пытаешься выбить из меня согласие. Следующий даешь советы о подходящем мужчине, чтобы что? Выйти за него замуж или назначить свидание? Ну, конечно. Я думаю о твоем будущем. И все. Мне будет легче, если ты, как сказать, примешь это и позаботишься о себе. Вдруг со мной что-то случится, честно говоря. Но со мной-то ничего не случится. Я куплю попугая и улечусь им на Таити. Мне нужно принять решение сегодня? Никогда не помешает подготовиться заранее, Августер. Постой. Думаю, все это потому, что ты мне дорога. Ты мне небезразлична. Ты чудесная женщина. Подарила мне детей. Это единственный шанс обычному человеку увековечить свое бессмертие. Давай не будем обсуждать твоих потомков. Они твои тоже. Лишь некоторые... Прости, что... Будь уверен. Думаю, мне пора идти домой, Лайнел. Что не так? Лайнел. Давно не виделись? Си-си. Так и есть. Рад тебя видеть. Как поживаешь? Лучше, чем обычно. А ты? Превосходно. Тип-топ. Это нечто. Где же фотографы? Два исторически заклятых врага выкинули белые флаги. Вы оба больны. Нам больше не за что длиться друг на друга. Он прав. Раньше вас это не останавливало. У нас возникали недопонимания. Но они в прошлом, надеюсь. Определенно. Знаешь, Лайнел, меня очень впечатляет, как Лейтен поддерживает Теда в такой тяжелый период. А я думаю, Тед великолепно держит удар. И они, будь то, оба в тюрьме. Надеюсь, однажды они поженятся. Рад слышать это от тебя. Я надеялся, ты скажешь это. Невероятно. Просто невероятно. Лис и волк прилегли и рядышком. Августа, злоба и вражда истощают жизненную силу. Подумай об этом. Сиси прав. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненависть. Мне нравится растрачивать время и расточать свою жизненную силу. Спасибо. Неудивительно, что мужчины воюют из-за женщин. Лайнел, давай встретимся позже и побеседуем. С радостью. Августа. Сиси, у нас будет здесь вечеринка в ресторане. Уже скоро. Я не успеваю все организовать. Все равно приходи. Будем тебе рады. Конечно, рассчитывайте на меня. Наверное, все дело философии, которой ты проникся на Дальнем Востоке или Среднем Западе. Это одна из отвратительных теорий мира и любви? Чушь. Нам с Сиси больше не из-за чего сражаться. О, это ты так думаешь. Что это значит? Аргусто, я хочу объяснений. I'd like an explanation of that. Сиси больше не из-за чего сражаться. О, это ты так думаешь. Я хочу объяснений. 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 Я хочу объяснить, что с моим папой. В последнее время он странно себя ведет. Я знаю, вы утром заходили. Небольшой скачет давление. Ты уверен? Уверен? Да, знаю. Вы сказали бы. Спасибо. 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 Я хочу поговорить с тобой. Здравствуйте, мистер Ли. Привет, Лейкен. А где Джулия? Она там. Джулия? Скажи, что мне нет, что я уехала. И перестань. Давай поговорим. Даже не знаю, что мы можем друг другу сказать. Я понял, что-то случилось, когда ты ушла из ресторана. Тебя что-то задело. Смешно. Правда? Тогда сейчас вечером мы ужинаем. Или можем остаться здесь и поговорить? Нам не о чем говорить друг с другом. Ну вот. Ты ведь плачешь. Я не плачу. Не знаю, о чем ты. Возможно, ты не знаешь, как дорога мне. Не знаю, что и думать. Когда я вижу, как за столом ты смотришь Августе в глаза и говоришь, как она красивая иронима. Что я, по-твоему, должна думать? Что мне чувствовать? Это что, какой-то знак? Я не привыкла, чтобы мужчины были такими жестокими. Ну, не плачь. Иди ко мне. Джулия. Джулия. Ты слишком много говоришь. Сиси, ты вернулся? Джейна. Мэйсон еще не появился? Нет. Ты говорила с ним. Он сказал, что появится позже. Он так работает над этим делом. Рад это слышать. Что у тебя в руках? Я еще не срезала цветы, чтобы украсить его комнату. Мне хочется заполнить его комнату цветами, чтобы он почувствовал, как его здесь ждут. Правда? Он будет тронут. Надеюсь. Ну, я пойду. Никогда не видел ее такой счастливой. И все это потому, что возвращается Мэйсон. Почему она так счастлива из-за этого? Я была здесь. Невероятно. Словно дежавю. Может, я была этой женщиной? Словно дежавю. Что это? Мой браслет? Я точно была здесь. Словно дежавю. Я не хочу терять работу, но мне нужно срочно уехать из города на день или два. Я поговорю с вами, когда вернусь. Надеюсь, вы не передумаете. Спасибо. До свидания. О, Келли, Келли. Держись. Я еду.